Здравствуйте. Я бы хотела спросить в отношениях между мужем, женой и Богом, есть ли у супруга и есть ли у тех, кто планирует пожениться, разная религия. В моем случае я в мусульманской религии была, вернее есть, а он в христианской. И он мечтал венчаться. Что в этом случае делать и вообще, как на это правильно должна реагировать женщина? Будет ли это предательство по своим корням, к своей религии поменять? Как вас зовут? Айгуля. Айгуля, я так рад, что вы пришли на лекцию. Спасибо вам большое. Вы не печальтесь. Все будет хорошо. Не надо плакать, все нормально, я все понимаю, все, что происходит у вас внутри сейчас. Итак, давайте послушайте меня. Я сказал, что у нее тяжелая ситуация, поэтому она задала первый вопрос. Дело в том, что верующие существует трех типов. Это зависит от степени развитости. Первый тип верующих, это в основном все такие. Это верующие фанатично настроенные. Они считают, что Бог есть только в моей вере. И не могут видеть ни святости, ни Бога, ни чистоты в других верах, такие люди. Это в основном. Вторая степень развитости верующих, когда верующие люди начинают понимать другие веры. Они чувствуют Бога и святость везде, где она есть. Она есть там, где есть священные писания, там, где есть святые, и там, где есть следование традициям. Там есть Бог всегда. Такие три закона, что это настоящая вера. Святость не возникает с потолка, она от Бога возникает. Человек светится от Бога, не может сам из себя светиться. Священные писания разрушаются временем, если они не настоящие. Следование традициям невозможно, если Бог не подпитывает это. Он дает силы следовать. И вера также означает признание, что есть Бог. Потому что некоторые говорят, много богов, там, еще что-то. Это не вера. Вера означает, Бог один. Но люди могут ограниченно его понимать, потому что он приходит в каждую веру для того, чтобы отдать взаимностью то, что происходит с верующими людьми. Так вот, знайте, что нужно стремиться к тому, чтобы понять другую веру вам, не ему, вам. Это один ответ. И второй ответ заключается в том, что если говорить о правилах вообще, то женщина внешне принимает веру мужа. Внешне. А внутри никто не потребует ничего. Знаете, что мужчина не потребует меняться внутри. Если вы внешне все принимаете, ему достаточно. Так устроена психика мужчины. Есть такой фильм, называется «Джадха и Акбар». Посмотрите, пожалуйста. «Джадха и Акбар». Очень красивый фильм. Он об этом. Там Акбар – это великий царь, который всю Индию завоевал. Он был особенным человеком. Он уважал все веры. И поэтому ему просто сами все сдавались. У него была сильная армия, никто не хотел воевать, потому что все знали, что все сохранится. Он оставлял власть царям и их веру. Давал им возможность верить, как они хотят, как они верят. И он взял жену. Ему один царь предложил в жены свою дочь. А она не мусульманка. Она из ведической культуры. Индуистская вера. И он ее взял в жены. И дал ей возможность верить, как она верит. Не стал ее менять ее веру. Это исторический факт. Но она приняла все внешние, как бы все вещи приняла. Она не рисовалась там, понимаете? Не перед кем. Надо сходить и обвенчаться. Что вы теряете? Что такого в этом? Что это плохо обвенчаться? Это же супер. Нет. Мы наоборот считаем, что если клятвы даны перед Богом, они скрепляют. Да, идите, обвенчайтесь. Если вы будете его сильно любить, он сам вам скажет. Пойдем тоже в твою. Сходим. Совесть как-то не позволяет мне почему-то. Ему? Мне. Совесть не позволяет венчаться? У меня ощущение, что я предаю религию. Точно, я предал религию. Представляете, я предал. Я пришел в мусульманский храм к своему другу. У меня друг мусульманский священник. Я пришел к нему в храм. Я так хотел сильно. Он мне посадил двух переводчиков. Одного с татарского языка, другого с арабского. И они мне всю службу перевели полностью. Я так был счастлив. Я там и кланялся, и мне так все понравилось. Говорю, спасибо. Я такое счастье получил. Я предал, получается, да? Нет, конечно. Я неярая приверженница каких-то правил в религии. Но когда держала посты мусульманские... Вы просто не знаете, что такое религия. Наверное. Вы не знаете, что Бог, Он есть и там, и там. А если вы идете венчаться, то вы ничего не теряете. Потому что вы при этом в сердце сохраняете свою веру. Один человек меня спросил, Олег Геннадьевич, а я могу поменять веру? Я сказал, нет. Он говорит, а как? Я ему объяснил, что если вы верите, вашу веру ничего не поменяет. А если вы хотите поменять веру, значит, вы не верите. Я прихожу в любой храм, везде, я очень люблю разные веры. Я везде прихожу, чувствую себя отлично везде. Просто отлично, понимаете? Я себя очень хорошо чувствую. Я общаюсь со многими священниками на эти духовные темы. Мне очень нравится говорить. У меня ни капли не сдвигается моя вера. Потому что вера, если она в сердце есть, ее ничего не сдвинет. И тебе легко становится. Ты тогда можешь ходить везде, все изучать. Супер. Но если веры нет, человек начинает себя искусственно ограничивать. Он говорит, туда мне нельзя, а вдруг я потеряю веру. Значит, любовь к Богу не имеет общего ничего с религией? Получается так? Нет, имеет. Религия – это путь. Это как институт. Если ты математику знаешь, тебе не обязательно институт заканчивать. А если не знаешь, лучше закончить. Но если ты знаешь математику, никто не может сказать, что ты ее не знаешь. Даже если ты пошел туда, кто не знает математику. Или изучает ее по-другому. Не имеет значения. Ваша проблема не в этом. Вы просто не понимаете, что такое отношение с Богом. Вы внешние вещи считаете выше внутренних. Идите и венчайтесь. Ничего не поменяется. Вы как будете любить Бога, так и останетесь. Вы не знаете мусульманскую историю. Вы не знаете, что мусульмане, они очень сильно поощряли христиан первые. Они охраняли их веру, не давали в обиду, всегда в разногласиях их. Вы ничего не теряете. Но в этих вопросах вы не можете советоваться с священниками. Не каждый священник вас поймет. Просто сделайте этот шаг. Потом следуйте своим правилам. Договоритесь с мужем, что он вам разрешает молиться, как вы хотите. Но вы можете ходить с ним в его храм, допустим. Договоритесь. Спасибо вам большое. Вам спасибо. У вас очень большое сердце. Я поэтому и вас спросил, что я верил, что вы поймете. Понять это очень трудно, то, что вы поняли сейчас. Это не дешевая вещь. Не плачьте, все уже хорошо. Ваш вопрос, да. Субтитры создавал DimaTorzok